С 1 января вступили в силу поправки к правилам Кабинета министров, регламентирующим питание школьников. Согласно новым требованиям, в школьных кафе запрещено продавать створоженные сырки, йогурты с содержанием жира более 2,5%, сладости, многие виды соков и даже булочки. Мучные кондитерские изделия теперь доступны только в выборочном меню, предлагаемом в столовой, и к их приготовлению выдвигаются дополнительные требования. Нововведения вызвали горячие дискуссии в обществе. Одни поддерживают инициативу сделать рацион учащихся максимально полезным. Другие поспешили обвинить Министерство здравоохранения в том, что ограничения в ассортименте вынуждают школьников вместо буфетов отдавать предпочтение магазинам, где всегда можно закупиться чипсами и сладостями. В школе нужно распространять здоровые продукты, и мы строго следуем министра Кабинета Нотвикума номер 172. Партика, которая предлагается на данный момент, не содержит вредные вещества и необходима для здорового растущего детского организма. В список полезных продуктов вошли свежие и сушеные фрукты, ягоды, овощи, цукаты, нежаренные орехи и семечки. Все это с условием отсутствия добавок. Молоко и молочные продукты в буфете должны быть с пониженным содержанием жиров. Содержание какао в шоколаде должно быть не менее 43%. Жиров в сыре не более 45%. В приготовлении блюд в столовой нельзя использовать обработанные рыбные продукты, в том числе рыбные палочки, кондитерские изделия, содержащие транжиры и определенные добавки. Запрещены безалкогольные напитки, в составе которых есть кофеин, аминокислоты, ароматизаторы. В числе недовольных нововведениями Латвийская Федерация предприятий пищевой промышленности, призвавшая Министерство здравоохранения вернуться к прежним нормам. Школы же стали искать альтернативы, чтобы предлагаемые продукты были, как требуется, полезными и при этом привлекали школьников. Зная о том, что ведутся новые МК-нотайкуми о правилах питания, уже изъяли из питания майонез, также не использовались пальмовое масло в продуктах. Ну и практически, наверное, самое главное, если говорить о буфете, у нас нет шоколадок и конфет, больше не продаются. Изъяты соки, которые из пачек с большими добавками различными и большим содержанием сахара. Вместо него появился сок латвийского производства. Ну и та же пицца, которая ни в коем случае не используется пальмовое масло или неправильные жиры, а именно и колбаса. А именно используется много овощей, сыр и, например, та же курочка или натуральное молотое мясо. На сегодняшний день лишь небольшое количество долгов в пуске школ, в том числе и 16-я, самостоятельно организует питание учащихся. Остальные передали эти функции частным компаниям, одна из которых – МЭЖВИДы. Среди обслуживаемых ею учебных учреждений – школа-центра. По признанию специалистов компании, они поддерживают инициативу Министерства здравоохранения, понимая всю значимость правильного питания. И даже несмотря на то, что доходы от продажи в буфете упали, для выполнения всех норм приготовления обедов постоянно ведутся консультации с врачами, проверяется состав сырья. Учитывая предпочтения учащихся, для каждой школы разрабатывается отдельное меню. Наша столовая давно уже борется за то, чтобы соответствовать тому, что ученики бы правильно питались и питание было бы здоровым. Поэтому хорошо, что наше министерство, наши министры сейчас думают о здоровом образе жизни, о здоровом питании и думают уже на законодательном уровне. Запретили продажу некоторых продовольственных товаров в буфетах школы. А вчера строила, что майонеза нет? Ну нет, вчера подружка чуть-чуть только. Ну, она купила салат, и там была сметана вместо майонеза. Она подошла, ей сказали, что майонез нельзя, и она больше расстроилась. Мне сказали, что майонез пропал. Вас это не расстроило? Нет, я как-то без майонеза все ее... Как бы, я думаю, это мало кого расстроит. А шоколадок что нету теперь бы? Ну, это уже к платкоежкам вопрос. Я к ним не отношусь. Кому как, лично для себя я разницы особо не почувствовал. Однако только школа не может повлиять на привычки учащихся. По мнению специалистов, в борьбе за здоровое питание важная роль отводится семье. Дети привыкли кушать продукты с добавками, и натуральные блюда кажутся им безвкусными. Ребята должны питаться хорошо, мы все это понимаем. Необходимое количество килокалорий в день он должен для своего организма использовать, для того, чтобы хорошо учиться и заниматься спортом. Но вот это все неправильное питание, это, конечно, традиции, которые именно учат в семье. И мне кажется, в некоторых семьях учат очень много полуфабрикатов кушать. Может быть, какие-то чипсы используются, неправильные приготовленные пиццы. Но в школе у нас, собственно говоря, сейчас этот процесс налажен. И, как может быть, в других латвийских школах, проблемы нет, что дети остались голодными. Все себе найдут пожелание какое-то необходимое питание. Во всех школах Дагубиса бесплатное питание организовано для учащихся с 1 по 9 классы. Поэтому все условия воспитать ребенка, которому будет по вкусу здоровая пища, созданы. Главное, чтобы родители не испортили эти вкусовые предпочтения походами в рестораны фастфуда и злоупотреблением вредных продуктов.